добрый день уважаемые подписчики сегодня у нас автомобиль chevrolet epica сейчас просто еду на этом автомобиле и уже заметил такая ситуация педаль тормоза проваливается не то что вообще в пол проваливается но больше середины уходит со второго качка ловит нормально все было нормально все работало отлично до того пока на улице не приморозило маленько буквально 5 градусов и вот такое стало происходить сейчас попробую прокачать прокатиться показать и торможение неэффективное буквально сразу же жмешь 1 2 1 и торможение более эффективная машина нормально останавливается быстрее всего как я полагаю влага тормозной жидкости поэтому сегодня обязательно заменим прокачаем тормозную жидкость на посмотрим заодно сразу колодки в каком они состоянии хотя должны быть еще живые но педаль ни с того ни сего не проваливается вот сейчас прокатился маленько не получилось сзади машина поджимает сейчас попробую еще показать вот вот я торможу педаль больше половины ушла машина все еще катится додавил педаль до конца вот в таком только положении она тормозит не знаю видно не видно поэтому берем поднимаем автомобиль снимаем все колеса и прокачиваем тормозную жидкость приступаем поднимаем автомобиль снимаем все четыре колеса для чего это будем делать чтобы нам удобнее подлезть к штуцерам прокачки тормозной системы системы будем прокачивать тормозной жидкостью trv вот такая вот литровая банка dot 4 номер ее pfb 401 это именно литровой банки прогоним всю систему честно скажу пять лет автомобилю тормозная жидкость не менялась но вот здесь вот не понравилось как она стала себя вести такое впечатление как будто завоздушена система но возможно что она и завоздушилась хотя от чего я подозреваю что это из-за гидроскопичности набрала жидкость воды наверное и вот это и идет потому что то есть то нету когда на большом пробеге между там где-то 200-300 километров расстояние жидкость нормально начинает отрабатывать тормоза работают с первого раза а когда машина постоит утром берешь педаль уходит большей половины поэтому и решил делать как я там показывал ехал как раз давил посмотрим в каком состоянии тормозные колодки хотя они должны быть у нас еще живые на нем бачок у нас находится здесь откручиваем пробочку сеточку вытаскивать мы не будем будем заливать и потихонечку потихонечку прокачивать тормозная жидкость у меня стоит сейчас вот на таком уровне минимум у нас вот здесь вот стоит вот здесь вот а максимум вот он я залью точно так же под итог я выведу для чего объем бачка рассчитан на износ тормозных колодок чтобы было уже по тормозной жидкости понятно что колодки износились ну а сейчас снимаем колеса ну вот снял колеса по колодкам видно колодки еще у нас живые менять их пока не буду и здесь вот еще больше половины колодки так же можно посмотреть на внутреннюю колодку через окно вот видно тормозной диск колодку видно задние колодки тоже у нас еще живые так же здесь через окно он тоже видно поэтому пока колодки мы не меняем вот они штуцера прокачки сзади закрыты колпачком а спереди тоже должны быть закрыты да вот тоже открываем их здесь ключик у нас на 10 берем шланг и берем бутылку пустую бутылку немножко наливаем в нее тормозной жидкости и путем прокачки будем сливать тормозные диски уже выработка есть но еще ходить будут автомобиль прошел 130 тысяч вот это основная выработка появилась с самого начала на родных колодках сейчас стоят уже это я второй раз менял саншинги колодки корейские и вот они не точат получается так тормозной диск как точили ее родные колодки ну что поднимаем заливаем жидкость и начинаем прокачивать берем пустую бутылку и наливаем в нее маленько тормозной жидкости немного чтобы шланг который мы будем опускать у нас был в жидкости теперь мы ослабляем наш штуцер опускаем один конец шланга в бутылку а второй конец одеваем на штуцер одному человеку здесь не сделать нужен помощник поэтому второго помощника садим за руль и нажимай на педаль тормоза отпускай нажимай отпускай нажимай отпускай нажимай отпускай нажимай отпускай нажимай отпускай Вот таким образом прогоняем с заднего правого колеса, с дальнего колеса от руля начинаем Потом переходим на заднее левое, на переднее правое и на переднее левое Но каждый раз смотрим сколько у нас жидкости в бачке Идем проверяем Вот у нас жидкость сейчас опустилась до минимума Поэтому мы ее подливаем до максимального уровня Вот видно, жидкость в полный бачок Идем, прокачиваем дальше Ну что, жидкости надели, продолжаем дальше Дави Отпускай 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 смотрите по емкости сколько у вас жидкости вышло вы сможете ориентироваться когда вам переходить на другое колесо сейчас переходим на другое колесо перешли на заднее левое колесо также открываем немножко ослабляем и одеваем шланг жидкости тормозной я уже в бачок налил дави отпускай дави отпускай так ну что все переходим на переднее правое колесо и подливаем тормозную жидкость перешли на переднее правое жидкости я добавил теперь ослабляем здесь одеваем наш шланг и та же схема дави отпускай дави отпускай все подтягиваем но не перетягиваем чтоб нам не порвать резьбу и переходим на переднее левое колесо удалил жидкости переходим на левое переднее это наше заключительное колесо ослабляем маленько дави отпускай дави отпускай дави отпускай дави отпускай дави отпускай доливаем дави отпускай дави надавил до конца отпускай дави отпускай отпускай дави отпускай дави отпускай дави отпускай все вот мы прокачали наше четвертое колесо В общей сложности у нас получилось пол-литра тормозной жидкости На тормозную систему на Эпике этого достаточно Полностью мы заменили жидкость Сейчас мы доливаем уровень в бачке Я его долью до той отметки, до которой у меня было Учитывая износ колодок И на этом все Замену тормозной жидкости мы закончили Всего вам доброго Продолжение следует...